Ну, дело ведь в том, что и Пушкин, и Высоцкий переведены на такое количество языков, да, что если бы это был только вот такой, ну, не знаю, специфический русский поэт, я не знаю, ну, Кольцов, вот, допустим, да? Алексей Кольцов. Алексей Кольцов, да, там, или Никитин, допустим, да, вот, я бы ещё как-то подумал, да. А что касается таких величин, как Пушкин, Высоцкий, Есенин, Достоевский, Толстой, это, я Высоцкого отношу именно к этой категории. И когда мы в Воронеже, нас сначала подвезли к памятнику Мандерштаму, потрясающий память Воронежа, потом, значит, к памятнику Платонова, к памятнику Бунина, потом, ну, не знаю, в конце концов. А Вы сами часто поёте песни Высоцкого? Я очень редко пою песни Высоцкого, и только пою те, и вот на вечер я буду петь только те, которые я пою в спектакле или в фильме, или в фильмах. А так я не рискую петь. Ну, тут даже дело не в том, что боишься какой-то, я считаю, что его песни пели, поют и петь будут. Кому-то нравится, там, кому не нравится, но мне, например, очень нравилось, как пел Гоша Гуцерд, когда протопитый бань по-белому. От этого Высоцкий не теряется, понимаете? Он приобретает какую-то другую, неожиданную интонацию в интерпретации замечательного, допустим, актёра или певца. У вас есть любимая песня Высоцкого, которая совсем за душу берёт до сих пор, годами, десятилетиями? Конечно, есть. Можете напеть, вот спеть сейчас? Вы же потрясающе исполняете песни, без аккомпанемента. Вот это меня тоже всегда поражало. Протопи ты мне баньку, хозяюшка, Расколю я себя, распалю. На полоке у самого краюшка Я сомненье в себе истреблю. Разомлею я до неприличности, Ковш холодный и всё позади. И наколка времён культа личности засинит на левой груди. Ну и так далее. Но я почему эту песню, я пою в Тору, потому что песня сочинялась во время фильма, съёмок фильма «Хозяин Таи» при мне. Мы жили в таком доме, брошенном, вдвоём. Он меня будил и спрашивал, как место называется, где парятся. Я говорю, ну полок. И снова спал в милицейской форме. А потом он меня разбудил и спел. На полоке у самого краюшка. Я говорю, Володя, на полоке неверно сказано. Почему? У нас в Сибири, на Алтае, говорят, на полке. И объяснить я ему не мог, почему. А потом выяснилось, что это беглое гласное. Ну и многие, кстати, понять не могли. Беглое гласное. Так, вот русский язык, заморочек какие. Замок, но если форма образования на замке... Замка. Ноль звука. Бывший, редуцированный там был. Ну она убегает. Гласное. Беглое гласное называется. У меня даже такой этюд есть о Высовском. О беглое гласное. Вот там я этот случай описал, конечно. Ну и одно из самых великих песен, мне кажется, что это «Кони привередливый». Это же потрясающе, когда... Я вычитал у Каспарова признание, когда он шёл на... Ой, вы знаете, у меня телефон заработал. Да? Да. Отвечайте по телефону, потому что у нас реклама на паузу. Реклама на пятом, но Валерий Сергеевич ещё не уходит. Да. Реклама на пятом, но Валерий Сергеевич. Да. Реклама на пятом. Продолжение следует...